В эфире новости губернии. Здравствуйте в студии Татьяна Потоцкая. И сначала коротко о главных темах выпуска. Правый и левый берега Сока соединил новый мост. Исторический момент большой стройки. Надвижку металлоконструкции успела зафиксировать с земли и с воздуха наша съемочная группа. Найти работу и открыть бизнес, развивать хозяйство и даже освоить новую профессию. И все это по соцконтракту. Теперь программа дает больше возможностей для жителей региона. В чем отличие такой меры поддержки от обычных денежных выплат? Никогда не разговаривайте с незнакомцами, особенно в интернете. Как не стать жертвой мошенников? Какие данные нельзя никому сообщать? И чем может обернуться излишняя открытость в сети? Урок цифры для детей, которые будут полезны взрослым, выучили наши корреспонденты. 2 миллиона 413 тысяч жителей Самарской области смогут прийти эту осенью в единый день голосования и сделать свой выбор в пользу того или иного кандидата в Госдуму и областной парламент. Таковы официальные данные регионального избиркома. Вопросы организации и безопасности выборов в Государственную Думу России на территории губерния обсудили на совместном заседании областной антитеррористической комиссии и Координационного совета. Встречу провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В ближайшие месяцы предстоит выполнить дополнительные работы по оборудованию пунктов для голосования металлодетекторами и системами видеонаблюдения. Силовики организуют проверки на антитеррористическую защищенность. Будущим членам избирательных комиссий предстоит пройти обучение. Ближе к выборам сначала территориальные избиркомы, а затем и участки для голосования возьмут под круглосуточную охрану сотрудники МВД. Мы традиционно эти вопросы держим на контроле. За годе начинаем подготовку к этому важнейшему политическому событию текущего года. И, конечно, мы должны сделать все необходимое для того, чтобы было обеспечено и свободное волеизъявление граждан, и безопасное волеизъявление по всем компонентам этой работы. Они встретились. Правый и левый берега реки Сок соединил новый мост. Точнее, пока только его металлоконструкции. Но позади самая сложная работа. Скоро приступят к габетонированию объекта, и, возможно, движение будет открыто уже этим летом. Это почти на полтора года раньше намеченных сроков. А пока исторический момент запечатлели наши камеры. Подробнее о том, что будет дальше, в материале Ольги Павловской. Без пауз круглосуточно на мосту Чересок. Работы начались в декабре 2019-го. По утвержденному плану, объект должен быть готов в октябре 2022-го года. За счет дополнительного финансирования, которое в 2020 году было выделено, мы смогли привлечь дополнительные силы. Плюс наши сотрудники грамотно подошли к прогнозированию, к графикам работы. И с металлом получилось все хорошо, все вовремя заказали. Мост строится путем надвижки и металлоконструкции. Вот эта махина соединит два берега. Причем произойдет это через пару секунд. Вот он, исторический момент. Параллельно идет реконструкция и старой части моста. Глава региона интересуется, какая помощь еще нужна строителям, хотя и так сделано максимум. Оперативно удалось включить объект в нацпроект, начать работы и постоянно добиваться дополнительного финансирования. Именно это и привело к сокращению сроков работ. Сейчас планируется, что мост полностью будет готов уже в этом году. Мы ожидаем решения правительства Российской Федерации. Положительность, скажем, ускорение центра здесь финансируется. И надеюсь, когда летом сдадим. Так? Так. Вам спасибо. Спасибо за работу. Мост долгожданный. Сами знаете, что тут его люди десятки лет. Именно летом здесь большой трафик. Люди едут на дачи и на природу. Мостовой переход проходит параллельно существующему. Транспортные потоки на въезд в город и выезд будут разделены. То есть в общей сложности появятся четыре полосы, по две в каждую сторону. А значит, даже в часы пик таких пробок, как раньше, здесь уже не будет. Мы начнем обустройство уже самого пролетного проезжей части для подготовки с наступлением положительных температур, к асфальтированию и дальше остальным работам полустройства. На участке сейчас порядка 60 человек работает и 30 единиц техники. Планируем, что к концу февраля готовность объекта состоит 65%. Сейчас впервые в истории региона при поддержке президента России Владимира Путина строятся сразу три моста. Помимо Сокского, это еще Самарский, в створе улицы Фронза и самый масштабный Волжский, вблизи Кримовки. Помимо этого, еще по восьми мостам мы в этом году проведем реконструкцию и ремонт. По восьми мостовым переходам на разных участках региональных дорог. Такой масштаб строительства, реконструкции дорог, который дает нам национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги, в нашем регионе не было никогда. И я очень рад, что наш регион успешно справляется с поставленными задачами. Хороший результат как раз и приводит к дополнительному финансированию. В 2020-м это 3 миллиарда 750 миллионов рублей. Такие суммы позволяют включать в перечень работ и новые объекты. Самарская область уже несколько лет подряд в числе лидеров по национальному проекту. Ольга Павловская, Александр Каракулько, Дмитрий Алатарцев. Новости губернии. В индустриальном парке Чапаиск полным ходом идет строительство нового завода. Выпускать будут стойки для сетей электроснабжения. Продавать в Самарской и соседних областях. Открытие производства – это несколько десятков рабочих мест и налоги в бюджет. О том, когда с конвейера сойдут первые изделия и почему инвесторы стремятся в 63-й регион. Работы не прекращаются даже в трескучий мороз. Сроки сжатые. Завод должен быть готов к началу следующего года. Такие железобетонные изделия в Самарской области еще никто не делает. Опоры будут выполняться методом центрифугирования. А это значит универсальность и высокое качество. Еще одно конкурентное преимущество – возможности индустриального парка Чапаевск. Удобная география, готовая инфраструктура и огромные перспективы развития территории. В территории индустриального парка Чапаевск предусмотрено строительство железнодорожной ветки. Для нас это очень важно. В будущем мы планируем поставлять инертные материалы напрямую от производителей, а также отгружать готовую продукцию железнодорожным транспортом, что существенно увеличит географию наших продаж. В прошлом году компания стала резидентом территории опережающего социально-экономического развития Чапаевск. А это уже серьезные налоговые льготы. При поддержке правительства региона резидент получил беспроцентный займ на 5 лет на строительство и закупку оборудования. Средства 250 миллионов рублей предоставил Фонд развития моногородов. Власти Самарской области активно развивают индустриальные парки и помогают инвесторам воспользоваться всеми мерами господдержки. Налогов заплатили только те резиденты, которые введены в эксплуатацию и уже находятся в стадии производства. Это 4 миллиарда уже заплатили в федеральный бюджет и свыше 750 миллионов в региональный. Это за прошлый год или это? Это и того. Это сумма нарастающим итогом за все время. То есть кто-то полгода платил, а кто-то 4 года, например, платил. Якорными резидентами у нас две крупных. Власти региона продолжат открывать индустриальные парки. В этом году будет практически полностью заполнен парк Чапаевск. К открытию готовится аналогичный в Новосемейкино. Начнется освоение площадки под создание промпарка Преображенко-2. По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в конкуренции за инвестора выигрывает тот, кто создал максимально комфортные условия для ведения бизнеса и проживания людей. И 63-й регион в этом смысле явно в выигрыше. Эффект уже исчисляется миллиардами. Руслан Шарипов, Владимир Терентьев, Новости губернии. Общение с врачом чаще, а визитов в поликлинику меньше. Теперь дистанционно можно продлить больничный, получить талоны на сдачу анализов или записаться на прием к узким специалистам. А еще получить квалифицированную помощь. Все это стало еще доступнее благодаря новым технологиям. Как работает в регионе телемедицинские консультации, увидела наша съемочная группа. Здравствуйте, поликлиника. Вы хотите записаться на телемедицину? Так, хорошо. У вас есть регистрация на госуслугах? Телемедицина. С помощью новейших технологий можно проконсультироваться у врача онлайн. Для этого в Тольяттинской поликлинике номер 4 в Комсомольском районе создан специальный отдел. Все, о чем мы говорили с больным, все, что я назначила, все это оформляется в виде протокола. Укажи, Марина, пожалуйста. Который затем вклеивается в карточку, для того, чтобы последующие доктора видели, видели, что у нас было с пациентом, как мы общались, какие медикаменты. Я могу продлить, имею право больничный листок продлить, когда больной уже имеет этот больничный листок. Один звонок в колл-центр, пара минут разговоров, и к пациенту, зарегистрированному через портал госуслуги, поступит ссылка на консультацию с нужным специалистом. Ежемесячно сотрудниками только четвертой поликлиники выполняются сотни дистанционных консультаций. Проводится коррекция лечения, при необходимости продлеваются больничные листы. Теперь нет необходимости посещать медучреждение. Пациент может записаться накануне перед проведением ТМК, а на следующий день ее получить. Если пациент у нас известен, если у него известное хроническое заболевание, если он получает какие-то препараты для коррекции дозировок, если у пациента возникают вопросы, которые не требуют очного осмотра непосредственно врачом, то он может обратиться на телемедицинскую консультацию. В 8 с утра в четверг? В четверг? В четверг есть. Пожалуйста. Значит, мы вам направление выпишем, отнесем в лабораторию. И никаких талонов на сдачу анализов. В лаборатории уже будут все данные о пациенте. И безопасно, и время экономит, и врачи стали еще доступнее. Благодаря нацпроекту здравоохранения, который инициирован Владимиром Путином, в регионе 36 медучреждений оснащены видеокамерами-компьютером, с помощью которых ведется дистанционный прием пациентов. Создание единого цифрового контура в здравоохранении – это часть стратегии лидерства губернатора Дмитрия Азарова. В области количество рабочих мест медработников, оснащенных компьютерным оборудованием, превысилось 17 тысяч. Руслан Шарипов, Марина Парамошкина, Андрей Костомаха. Новости губернии. Подъемные механизмы с этого года в Самарской области расширен. Перечень мероприятий, программы социальной адаптации и максимальный уровень выплат по соцконтракту. Меры такой поддержки приняты по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Социальный контракт направлен на адресную помощь малоимущим жителям и многодетным семьям для преодоления трудной жизненной ситуации. История семьи Смиркиных в нашем материале. Главное богатство семьи Смиркиных – это дети. Здесь их шестеро по лавкам. Глава семейства Николай – настоятель храма Ксении Петербургской в Борском. Руководит отделом социального служения от Радинской епархии. Жена Нина и его помощница сейчас находятся в декрете. Супруги стараются не оставить без внимания всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Хотя и сами нуждаются в поддержке. В прошлом году узнали, что малообеспеченным семьям государство оказывает адресную помощь в виде заключения соцконтракта. Никаких хлопот со сбором документов не возникло. Денежные средства пошли на устройство подсобного хозяйства и покупку коровы. Вообще я очень благодарна, вообще благодарна губернатору за вот эту вот поддержку. Потому что у нас и Симеон, вот поддержка у него у нас губернаторская у нас идет, он у нас шестой там, вот, мы еще получаем за него. И вот еще социальный контракт, он вообще вот для многодетных, это вообще, просто сказать, хорошее подспорье для нашего хозяйства. В отличие от выплаты пособия, механизм предоставления соцконтракта совсем другой. Не просто дать нуждающимся денег, а помочь им перейти на самообеспечение. Буренка Милка уже помогает Смиркиным в этом. Недавно принесла потомство. Молока хватает и для своего теленка, и у хозяев на столе свежая продукция. Именно на молочку у их большой семьи раньше шли значительные траты. Теперь мы вот спокойно, что у нас всегда есть дома на столе крынк с молоком, творог, сметана, вот, сыр будем пытаться сами себе делать. Конечно, тоже очень полезная для нас нужная вещь. И мы благодарны всем и губернатору, и нашему министерству социальной политики и демографии. Самарская область – один из первых регионов, где с 2010 года начали оказывать поддержку малоимущим семьям и одиноким гражданам в виде заключения соцконтрактов. По инициативе главы региона Дмитрия Азарова в прошлом году было продолжено развитие данного направления. Стало возможным использовать выплату для профессионального образования. В предыдущие три года 89 семей смогли получить данные выплаты и улучшить свое материальное благосостояние за счет того, что они своим трудом, работая на земле, в своем личном подсобном хозяйстве, они могли сами себе помочь в эти трудные жизненные ситуации, имея при этом дополнительный доход. С этого года социальная помощь в виде соцконтракта будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов, что позволит расширить перечень мероприятий программы. Также дополнится категория граждан, имеющих право на такую помощь. Ее смогут получить и малоимущие семьи, состоящие из граждан трудоспособного возраста. Сергей Павлов, Дмитрий Ростоляров, Новости губернии. Еще раз о профилактике. Специалисты газовой службы, госжилы инспекции и представители управляющих компаний проверяют, как используется оборудование, не пахнет ли газом в квартирах. Выявить проблему и устранить ее вовремя – значит предотвратить трагедию. На этот раз в рейд отправились в Тольятти. На что обратить внимание жильцам и куда обращаться, если заметили неладное – в нашем материале. Проверить оборудование при необходимости отремонтировать или заменить детали. Свой визит газовики наносят не реже одного раза в год. Планово. Но иногда приходится отрабатывать и экстренные вызовы. Проверяю, пахнет ли газом или что-то такое. Вот случай был в одной квартире. Я захожу, пахнет. Я говорю, в чем дело? Да вот у нас старая плита. Я говорю, три дня даю. И немедленно менять. Я говорю, не забывайте, что люди. Я вызвала сама службу, проверили. Они купили плиту, поставили. Все, Райс Ивановна, мы все сделали, у нас порядок. В ходе плановых рейдов проверяют газовые плиты, водонагреватели и вентиляционные каналы. По окончании работ жильцу выдают инструктаж по безопасности и карточку учета проведения техобслуживания. Сделано было техническое обслуживание газового оборудования. То есть проверялась тяга вентоканала. Нет ли утечек на данном адресе. Как работает газовое оборудование. То есть после проведения технического обслуживания нарушения замечаний не выявлено. Проверка вентоканалов и дымоходов – важная часть техобслуживания квартир с газовым оборудованием. При утечке газа или задымлении вентиляция выводит опасные вещества. На место выезжают наши специалисты с оборудованием. Проверяются камеры, просматриваются все вентоканалы. Если есть засоры, либо завалы, это все устраняется. Выполняются ремонтные работы, либо прочистка. Вентоканалы должны проверяться три раза в году. До начала отопительного сезона, в ходе отопительного сезона, в середине его и после отопительного сезона. Самое главное, что если вентоканал не работает, подача газа должна быть прекращена. О плановых проверках жильцов информируют накануне. В объявлении указывают время, в которое будут проводиться работы. В случае отказа ответственность за возможные аварийные ситуации возлагается на собственника. Уточнить время визита и название обслуживающей организации можно в своей управляющей компании. Марина Парамошкина, Андрей Алексеев, Новости губернии. Более тысячи мобильных телефонов, изъято у осужденных, отбывающих наказание на территории Самарской области. Цифра прозвучала на заседании коллегии регионального УФСИН, где подводили итоги 2020-го. Сейчас в исправительных учреждениях и изоляторах области содержится 9,5 тысяч человек. Число постепенно сокращается. Взят курс на гуманизацию уголовного наказания. Начальник областного управления службы Рамис Алмазов назвал одну из важнейших задач борьбу с проникновением в исправительные учреждения средств связи. Нередко гаджеты используют для мошенничества. По-прежнему актуальны и проблемы с доставкой за колючую проволоку наркотиков. По итогам года изъято 2,8 кг психотропных веществ. Отмечу, большинство осужденных в нашем регионе лишены свободы именно за распространение наркотиков. Повысить эффективность изъятия запрещенных предметов при их доставке на территорию учреждения. Работать примерно так, как работали вчера. Когда оперативным составом СИЗО-1 прямо в суде при попытке передачи наркотиков осужденным была задержана гражданка. Вес 16 грамм героина. Среди положительных итогов повышение производительности труда. В совокупности колонии изготовили продукции и оказали услуг на 524 миллиона рублей. Это существенно больше, чем в 2019. Освоен выпуск 8 новых видов товаров, увеличены зарплаты. Правительство области помогает в приобщении осужденных к труду. Так, колонии получили госконтракты на 12,5 миллионов рублей. Выделяются средства и на оснащение учреждений профессиональным рабочим оборудованием. В 2020 году за счет средств областного бюджета приобретено 49 единиц оборудования для комплектования производственных линий по пошиву специальной и рабочей одежды. Тем самым создано 47 дополнительных рабочих мест для осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Положительный эффект принесла работа по обучению осужденных рабочим профессиям. Их получили более 2000 человек. После подведения итогов и постановки задач, отличившимся сотрудникам в СИН, вручили награды губернатора Самарской области. Открыть предпринимателям новые пути для реализации. В Самарском бизнес-инкубаторе представители регионального центра поддержки и экспорта рассказали о своих услугах и новых возможностях почтовой службы. Как в губернии поддерживают поставщиков продукции за рубеж, расскажет вас Рассадина. В начале 2020 года Самарская область заняла четвертое место в Приволжском федеральном округе по объему экспорта. Предприниматели региона заключили 90 контрактов на сумму в 34 миллиона долларов. Помочь выйти на новые рынки сбыта готовы в региональном центре поддержки и экспорта. В этом году мы работаем несколько в другом формате. Мы будем оказывать пакетные услуги. Это будет комбинированный набор услуг, которые мы будем предлагать экспортно-ориентированным СМСП. В зависимости от их экспортной зрелости, в зависимости от их потребностей, мы будем подбирать под каждого клиента определенный индивидуальный пакет услуг, который поможет им в их экспортной деятельности. В центре предпринимателям помогут с поиском иностранных партнеров, экспертизой и сопровождением сделок, размещением на международных электронных площадках, созданием сайта на иностранном языке. Продукция местных производителей востребована как в ближнем, так и дальнем зарубежье. Сегодня для бизнесменов организовали семинар с участием представителей почтовой службы, чтобы предприниматели узнали новые подходы и сервисы в доставке товаров. Например, мы для стран ближнего зарубежья, для Армении, для Казахстана, для Кыргызстана, для Беларуси в разы снижаем тарифы. И это та территория, которая для экспортеров, в том числе Самарской области, является зоной дополнительного развития их бизнеса в том числе. Поэтому мы ищем какие-то ресурсы, которые направлены на поддержку предпринимателей, на развитие их возможностей, на развитие их бизнеса. Сферы экспорта в регионе разнообразны. От химической промышленности, машин и автомобилестроения до сельхозпродукции. Только за прошлый год в Центр поддержки экспорта обратились 400 бизнесменов. Создание благоприятной деловой среды в Самарской области поддерживает губернатор Дмитрий Азаров. Эта работа в регионе ведется по нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы и международная кооперация и экспорт. Мы пользовались некоторое время уже экспортной поддержкой. Мы работаем много по России. Вот сейчас хотим узнать новые возможности по международному направлению. План Центра на этот год – помочь бизнесменам в заключении порядка 70 контрактов на сумму в более чем 30 миллионов долларов. Уже завтра аналогичный обучающий семинар пройдет в Тольяттинском бизнес-инкубаторе. Вас с Рассадина Дмитрий Алатрицев, Новости губернии. Как защитить свои персональные данные от кибератак? Какую информацию не стоит размещать в интернете и что делать, чтобы не стать жертвой мошенников? Реальные задачи на практике решают школьники. Более 400 детей из Самары и Тольятти стали участниками всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Все они подключились к занятию дистанционно. Вместе с ними о том, как сохранить приватность в цифровом мире, узнала и наша съемочная группа. Один из главных акцентов на уроке цифры для школьников, какую информацию о себе не стоит размещать в интернете. К примеру, что будет, если выложить в сеть фото посадочного билета? Перед тем, как запустить веселую классную фотку в Инстаграм, ВКонтакте или еще куда-то, подумайте, какие персональные данные из этой фотографии может получить человек. Фотография посадочного талона содержит персональную информацию. Человек сам рассказал о том, что его не будет дома в указанный период времени и быстро туда вернуться он не сможет. Еще один актуальный вопрос, как отличать фейки. Школьникам дают конкретную инструкцию к действию. Ранжировать источники по уровню достоверности. Посмотрите, а как, собственно, более достоверные источники эту информацию для себя трактуют. Тогда вы количество мнений судите, ну, как правило, до двух-трех точек зрения. Ищите всегда первоисточники информации. Если у нас в этом пазле хотя бы одна картинка не сходится, это не значит, что мы должны кому-то верить или не верить, но мы должны начать сомневаться. Урок цифры – часть нас проекта «Цифровая экономика», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области он реализуется под контролем губернатора Дмитрия Азарова. Главная цель – познакомить школьников с востребованными IT-профессиями и повысить интерес к информационным технологиям. В этом заключается и стратегия лидерства региона. Самым главным критерием успешности этого урока является посещаемость его со стороны школьников нашего региона. На сегодняшний день Самарская область по итогам прошедшего, последнего перед этим урока, занимает второе место по Российской Федерации по посещаемости. Это говорит, конечно, о неподдельном и большом интересе школьников. После встречи школьникам предложили выполнить упражнения на сайте урокцифры.рф. С помощью онлайн-тренажеров они определили, какие именно данные лучше скрыть от посторонних и какие разрешения не нужно давать приложениям на смартфоне. Мы на регулярной основе проводим мероприятия для детей. Это и профориентационные мероприятия для тех, кто выберет своей профессией, своим жизненным путем данное направление. Школьники очень активно здесь участвуют. И вот одна из начальных ступеней – это как раз участие в уроке цифры. На уроке цифры эксперта затронули и другие актуальные проблемы нашей повседневной жизни, где интернет давно стал важной частью. Татьяна Пудова, Сергей Александров, Новости губерния. Делать учебный процесс комфортным и увлекательным. В областном центре состоялась заключительная стратегическая сессия Совета старост. Студенты, будущие члены Совета определили направление работы на 2021 год и представили перспективные проекты. Как коллективные идеи помогают улучшить качество образования, на примере одного вуза узнал Владимир Маркин. Как улучшить образовательный процесс, сделать его более увлекательным, удобным и интересным? Этими вопросами задается Совет старост Самарского университета. Его участники предлагают и впоследствии реализуют перспективные идеи. Например, одна из таких – создание каворкинг-центра на базе учебного учреждения. Сейчас подготовлен макет. Осталось доработать детали. Проект, интересно, называется «Школа ремонта с проректором по развитию кампуса». В чем его смысл, когда проректор вместе с другими работниками вуза, студентами, старостами вместе своими руками строят эту каворкинг-зону, не такое лавнурное пространство для студентов, где они могут работать, отдыхать в свободное время. Студентам было бы интересно и классно находиться, общаться, не знаю, где-то работать, отдыхать, потому что многие живут в общежитиях. Для того, чтобы такие идеи могли масштабироваться и старосты со всего региона могли решать глобальные задачи, создан Совет старост Самарской области. Для тех, кто решил помогать вузу развиваться, проводится обучение. Уже состоялось четыре стратегические сессии с тренерами-наставниками, на которых были определены основные форматы работы Совета старост региона. Прошли тренинги на сплочение в онлайн и офлайн форматах. На итоговой будущие члены Совета должны представить проект. Ребята в первой сессии, когда мы встречались, они выделяли сначала направление, по которому предстоит работать в первую очередь. То есть у нас идет поэтапное планирование. Сначала мы планируем направление, сегодня мы будем планировать уже конкретные мероприятия. Сроки работы над проектами, результаты и польза каждой из идей. Все необходимые для старосты навыки студенты приобретают в течение нескольких месяцев. В Совет Староста Морской области входит 88 представителей вузов и СУЗов. Встречи, которые у нас прошли, на мой взгляд, они были очень благотворными, потому что ребята максимально включаются в процесс, предлагают новые идеи. Я надеюсь, что мы вместе с таким обновленным составом мощным сможем их все реализовать. Идеи, которые касаются улучшения качества образования. Староста точно знает, что важно для студентов, какие проекты они хотят делать, какие новые направления молодежной политики важно развивать именно для студенчества. А Совет Староста Морской области поможет этим идеям реализоваться. Как, например, фестиваль студентов, который был инициирован Советом и поддержан властями региона. Владимир Маркин, Роман Апарин, Новости губерний. Архивные документы, фотографии и аудиозаписи в свободном доступе. Всероссийскую выставку о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной и о преступлениях нацистов на оккупированной территории показывают в Самаре. Такие же экспозиции заработали по всей стране в рамках федерального проекта «Без срока давности». С подробностями Татьяна Пудова. Когда машины были заполнены, немецкие солдаты опустили брезент, чтобы люди не могли видеть, куда их везут, после чего машины двинулись в путь. Это один из семи тысяч документов, которые рассекретили. Архивные материалы подтверждают, что нацистская Германия имела цель истребить и поработить население Советского Союза. Здесь представлены на снимке фотографии, здесь представлены архивные справки, выписки архива, в том числе пофамильно, кто конкретно из жителей деревни, села, поселка был уничтожен скольки лет, поэтому страшные документы, потому что можно видеть не только 19-15-летних, но и один год, детям два года и так далее. На снимках дети у развалин дома. Здесь 10-летний мальчик с отмороженными ногами, родители которого были угнаны в Германию. А это 12-летний Василий Носиков обезвредил минное поле по заданию фашистов и лишился ноги. Самые страшные документы расследования злодеяний фашистов против детей того времени показывают детям этого. Сегодня это школьники Самарского медико-технического лицея и студенты колледжа сервисных технологий и дизайна. Чтобы беспрекрас показать, что такое война. Война – это тяжелый случай, когда много потерь близких – это страшные вещи. Без срока давности федеральный проект проводится по поручению президента России Владимира Путина для сохранения исторической памяти. Мы должны помнить, мы должны видеть те документы, которые сегодня выходят из грифа секретности. Выставка «Без срока давности» – это выставка федерального уровня. Она вовлекает наших ребят действительно в дело сохранения великой истории своей Родины. Выставку, подобной Самарской, открыли в 65 регионах страны. На стендах лишь малая часть материала, собранных историками и поисковиками. Впереди у участников проекта «Без срока давности» еще очень много работы. Эта выставка будет работать в АДО до конца февраля. Далее она отправится в другие города региона. Татьяна Пудова, Сергей Александров, Новости губерния. Вакцинация теперь на другом берегу Волги. Первые 100 доз препарата «Гам-Ковид-Вак» доставили в Рождественно. Это уже седьмое поселение Волжского района, где начали прививать от коронавируса всех желающих. Как восприняли эту новость жители Правобережья, узнал Андрей Фадеев. Новость о том, что вакцина от коронавируса приедет в Рождественно, очень обрадовала Елену Пирогову и ее односельчан. Пандемия затронула многие семьи, не обошла стороной и близких Елены Юрьевны. Поэтому вопрос, прививаться или нет, для нее не стоял. Опять позвонили нам, врач, главный врач позвонила. И я сразу согласилась. Сегодня вот приехали, все-все-все нам сделали. И осталось только еще вот уколоться. И все нормально. Большое спасибо. Первую партию в 100 доз для жителей села доставили через Волгу на воздушной подушке спецрейсом. При этом желающих сделать прививку и сразу записавшихся на вакцинацию уже больше сотни. Говорят, в отечественной вакцине уверены. Ее бояться не нужно. Она всегда, наоборот, помогает организм человека. Мы верим и думаем, что так и нужно. Никаких опасений. Подумаешь, что так. Волнуетесь? Не, я не слышал, что сделали. Комару кушал. Это уже седьмое поселение Волжского района, где начали проводить вакцинацию. Для жителей правого берега Волги это особенно ценно. Ведь если у молодых рождественцев есть возможность привиться в любой клинике района, в том числе на другом берегу, то пенсионерам гораздо сложнее переправляться через Волгу. Возможность такая появилась у пенсионеров, не уезжая далеко от дома, сделать прививку, это, конечно, большое подспорье. Теперь будем надеяться, что все праздники, все мероприятия пройдут с большим участием, с большим энтузиазмом. Люди будут принимать, не боясь ни за себя, ни за своих близких. Поэтому большое-большое спасибо всем, кто помог организовать вот эту вот прививочную кампанию. На данный момент в Самарской области прошли вакцинацию уже более 70 тысяч жителей. Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу областному Минздраву. Возможность привиться должна быть у каждого, кто хочет получить иммунитет к новой инфекции. Борьба с инфекцией – это прежде всего вакцинация. Это защита, выработка иммунитета у наших жителей. Особенно это актуально для лиц пожилого возраста, которые наибольшие подвержены риску заражения, развитию тяжелых осложнений новой коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно. Записаться на прививку можно в своей поликлинике, в том числе и дистанционно, позвонив в свое медучреждение по месту прикрепления полиса, по номеру горячей линии 122 или через портал госуслуги. Андрей Фадзеев, Александр Дудко, Новости губерний. Больше новостей на нашем сайте Сова.Инфо. А у меня пока на этом все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова